Марихуана Сегодня марихуана обрела значимость и ценность, какой не обладала никогда ранее. С ней борются органы правопорядка. Однако клубы курильщиков конопли процветают, и одержимые фермеры работают над повышением ее качества. Вдохните глубже. Это не травка времен вашего папы. Супертрава Если бы к вам подошел незнакомец, высыпал вам на ладонь похожие на гальку семена и сказал Посадите их, и из урожая можно будет делать веревки, ткань или бумагу. Он сможет помогать больным или же служить опьяняющим средством. Что бы вы сказали? Оставили бы вы семена себе? Или же выбросили бы их? Так обстоит дело с марихуаной. Растениям не похожим ни на одно другое. Ее научное название – каннабис сатива. Нам же она больше известна как конопля, трава, ганджа или гашиш. Ее опьяняющие качества делают ее порицаемой, незаконной и желаемой. По приблизительным подсчетам ее курят 200 миллионов человек по всему миру. Только в Америке в этом году ее попробуют 2 миллиона человек. Это делает марихуану самым широко используемым нелегальным веществом в мире. Она повсюду. Фермеры, контрабандисты и дилеры делают все, чтобы их продукт попал к покупателю. И сегодня они вторгаются на государственные земли, сажая посреди лесов целые плантации марихуаны. У нас есть двое подозреваемых, они скрываются где-то здесь в лесах. Нелегальное выращивание марихуаны на государственных территориях Калифорнии достигло таких масштабов, что я бы назвал ситуацией критической. В каждом таком рейде мы находим больше, чем в предыдущий раз. Рон Пью поддерживает законность в американских лесах на протяжении 29 лет. Это самое опасное из всего того, чем занимается Федеральное лесное управление США. Нелегальные посадки часто охраняют вооруженные люди. Из-за этого вход в некоторые государственные и национальные парки может быть опасен, причем не только для служителей правопорядка, но и для простых граждан. Это совместная операция Федерального лесного управления США и нескольких других правоохранительных органов. Их задача найти и затем провести облаву на нелегальной плантации марихуаны. За последние два года подобные операции в одной только Калифорнии проводились более 700 раз. Мы перелетим через вершину хребта. Примерно в 10 часов. Понял. Если смотреть прямо вниз, на деревья под нами, видите там коричневую область? Да. Это и есть плантация. Видите на земле мертвые деревья? Да. Видите воду прямо под нами? Вижу. Это еще одна плантация. Ясно. Мы не хотим здесь надолго задерживаться. Мы хотим поскорее убраться отсюда. Уходим в сторону. Теперь команда должна спланировать облаву на плантацию. И это будет трехчасовой тайный переход по пересеченной местности. Люди, выращивающие марихуану, делают это ради денег, и они много на этом зарабатывают. 20 лет назад большая часть марихуаны ввозилась в США людьми, готовыми поставить на карту все. Такими, как Тодд Стилл. Трудно определить облик среднестатистического курильщика конопли. Ее курят все. Ее курят доктора, адвокаты, агенты по недвижимости, хиппи, и даже консервативно настроенные люди, которые ходят по воскресеньям в церковь. Стилл был перевозчиком крупных партий марихуаны. Я начал с того, что стал покупать по 7 килограммов травы для продажи в школе, но вскоре понял, что могу покупать ее по 50 килограммов. Будучи опытным моряком, он стал плавать на парусных судах, совершая рейсы в Колумбию. Я постепенно взбирался вверх по лестнице, пока не нашел нужные контакты. К 17 годам я уже возил из Колумбии 20-тонные партии конопли. Однако ведению бизнеса по методу Тодда Стила, который возил траву контрабандой через границу, сегодня брошен вызов. Сейчас, когда охрана границ усиливается, контрабандист-мореход может с тем же успехом выращивать марихуану у вас по соседству. Мы уже три месяца работаем над этим парнем. У него нет работы, он никуда не ходит. Он ездит на черном Феррари F450, а также у него есть белый Хаммер. Очевидно, этот человек был опознан как производитель конопли. Здесь, во Флориде, местное управление по борьбе с наркотиками за последние 9 месяцев провело облавы в 750 домах. Загородные дома были превращены в теплицы. Операции по поимке домашних производителей стали частью повседневной работы. Этот год выдался рекордным. За последние 3-4 года объемы домашнего производства марихуаны многократно выросли по всей стране. И, к сожалению, во Флориде они выросли до такой степени, что наш штат стал ведущим производителем марихуаны в домашних условиях в США. За этой дверью обнаружено 44 растения. Это плантация средних размеров стоимостью примерно в 150 тысяч долларов. Многие подобные плантации легко избегают обнаружения. Более того, сегодня садоводы могут даже пренебрегать окружающей средой. Погодные и географические условия больше не имеют значения. С таким оборудованием можно выращивать практически идеальные растения. А с достижением совершенства получается и более качественный продукт. Психоактивный компонент, изменяющий сознание человека, носит название тетрагидроканабинол или ТГК. И сегодня он может содержаться в марихуане в больших количествах. Это уже не та марихуана, что была в 60-е. Сейчас мы находим марихуану с 20-ти процентным содержанием ТГК. В то время как в 60-е и 70-е в ней содержалось всего 3-4 процента. Сейчас в ней содержится 20. Это очень мощное вещество. И все это связано с деланием денег. А выращивая ее в тепличных условиях, вы можете снимать по 3-4 урожая в год. Одно растение весит, скажем, 400 граммов. На улицах Майами за него можно выручить 3,5-4 тысячи долларов. А при перевозке в Нью-Йорк, например, эта цена вырастет уже до 7 тысяч долларов. По подсчетам Госдепартамента США, в 2005 году в домашних и естественных условиях было произведено около 10 миллионов килограммов марихуаны. По некоторым оценкам, она уже вымещает кукурузу с позиции главного сельскохозяйственного продукта Америки. Поэтому, как бы Управление по борьбе с наркотиками не стремилось пресечь эту деятельность, она вряд ли прекратится. Повсюду во всем мире у этого растения есть свои защитники. Люди, зарабатывающие ее продажи, а также активисты, которые считают, что законы, запрещающие марихуану, ошибочны. Это Марк Эмери, принц конопли. Мы боремся с Управлением по борьбе с наркотиками. Мы боремся с Министерством юстиции. Это самый большой в мире парад в поддержку марихуаны. В нем участвуют 250 городов. Здесь сегодня около 20 тысяч человек. Он стал всемирно известным борцом за легализацию марихуаны. Нам нужно много конопли. И нужно, чтобы выращивали миллионы людей. И нам нужно сделать так, чтобы правительство тратило горы денег на выслеживание всей этой конопли. И неважно, сколько они будут находить, оставаться будет еще больше. Эмери согласился отвезти нас в место, где еще никогда не производились телесъемки. На самую большую, когда-либо виденную им домашнюю плантацию марихуаны. Сам Мелачи выращивает марихуану. Как поживаете, друзья? В 2001 году Канада стала первой страной, принявшей общенациональный закон о лекарственной марихуане. Это означает, что избранная группа людей может легально выращивать и употреблять марихуану. Мелачи имеет разрешение на выращивание марихуаны для себя и еще двух человек. Его теплицы представляют собой намек на то, как могло бы выглядеть производство марихуаны в промышленных масштабах, если бы это было законно. Здесь, на ультрасовременной гидропанической установке, выращивается 300 растений, что позволяет Мелачи в одиночку исполнять роль целой климатической системы. Я начал выращивать марихуану шесть лет назад, и до этого никогда этим не занимался. Методы Мелачи служат примером совершенства, которого производители конопли достигли как в уходе за растениями, так и в перекрестном опылении. Он научился выращивать идеальную марихуану. Мне нравится добиваться как можно большего содержания ТГК. Мелачи выращивает один из самых мощных из доступных сегодня сортов конопли. Листья и стебли отправляются в компостную кучу. Главную ценность представляют эти почки и цветки, в которых содержится около 18% психоактивного вещества ТГК. Для трех человек здесь очень много конопли, но Мелачи настаивает на том, что он выращивает именно лекарства, а не просто травку для приятного времяпрепровождения. Моя задача – обучать людей, показывая им альтернативы в вопросах облегчения боли. После страшной автомобильной аварии у Мелачи остались хронические боли. Ему был прописан целый набор болеутоляющих, прием которых тяжело отразился на его печени. Тогда он принял участие в программе Министерства здравоохранения Канады по исследованию лечебных свойств марихуаны, изготовив свое собственное лекарство, в частности масло, взбитое с ТГК. Мой план, который я здесь реализую, это наладить производство конопляного масла, которое может использоваться для приготовления различных продуктов питания. Вот что мы делаем на нашей ферме. И вот что получается после обработки продукта паром и сушки. Никаких листьев, никакого порошка. Только старое, доброе масло. А из масла мы делаем сладости самых разных видов. Здесь есть и риски, несколько видов мюсли. Оно используется так же, как и любое другое масло органического происхождения. В зависимости от количества ТГК, оно может иметь немного землистый привкус марихуаны. Теперь это можно считать лекарством. Сейчас я не чувствую боли. Если я почувствую, я съем печенье. Сравните. Что скорее понравится людям? Таблетки? Или же они захотят съесть печенье, чтобы получить то же облегчение боли? Бесподобная штука и пахнет удивительно, жгучий аромат. Это все тетра-канабинол. Это замечательно. По всем меркам растения мелачи идеальны. А идеальные растения начинаются с идеальных семян. Поищите в интернете, и вы найдете каталоги с сотнями сортов конопли. Бисибат, Джок Хоррор, Уайт Райно, Вандервумен, Фор Вей, Афганка. Это лишь некоторые из чистых сортов сегодняшней конопли, доставляющие разные виды удовольствия, телесного или ментального. Все они проходят перекрестное опыление для получения определенного содержания ТГК. Словно виноград в виноградниках, эти семена продаются ценителям, находящимся в поисках идеального растения. Это общемировая тенденция. Полиция, спуститесь и откройте дверь! Один из самых мощных сортов конопли выращивается в Англии. Полиция, откройте дверь! На протяжении последних семи месяцев полиция Манчестера по четыре раза в неделю проводит облавы на домашней плантации марихуаны. Это офисное здание. Было переделано под жилое. Сбоку находится большой гараж, в котором, как мы полагаем, выращивается конопля на продажу. Если мы не получим ответа, мы взломаем дверь. Есть вопросы на этом этапе? В 2004 году Великобритания смягчила уголовную ответственность за хранение марихуаны. И преступные группировки увеличили объем поставок. Полиция! Новый, быстро набравший популярность сорт травы, называется сканг. В предыдущие годы конопля традиционно поставлялась из таких регионов, как Афганистан, Пакистан и Марокко. Сейчас же мы имеем доморощенный сорт конопли, получивший название сканг, который оказался намного мощнее. Фактически он мощнее на 30-50%. Сканг так мощен, что, по свидетельствам, вызывал у некоторых курильщиков симптомы, напоминающие шизофрению. Я не ученый и не заявляю, что владею научными фактами, однако, читая любые научные журналы, можно обнаружить в них одну общую мысль. Между длительным употреблением конопли и психическими заболеваниями есть прямая связь. Причем шизофрения – это лишь одна из множества болезней. Усилия, на которые готовы идти люди, чтобы выращивать и продавать этот продукт, имеют отношение к свойствам самого растения. Столь многие желают им обладать. Но почему? Конопля использовалась как опьяняющее средство на протяжении 5000 лет. Впервые в Китае. Дым, задерживаемый в легких, проникает в кровь через систему капилляров. Кровь быстро попадает в мозг, где ТГК оказывает воздействие на рецепторы. Первые признаки опьянения можно почувствовать уже через 10 секунд. Однако, никто не испытывает одинаковых ощущений. Наиболее часто для курильщика замедляется время. Пространство становится безграничным. Сексуальность, одухотворенность, а также все чувства усиливаются. Нарастает эйфория. Однако, употребление также может вызвать чувство тревоги, паранойю, учащенное сердцебиение и общее чувство беспокойства. Длительное употребление связывается с потерями памяти, заболеваниями дыхательных путей, депрессией и отрицательным воздействием на способность человека к учебе и работе. Однако, уровень спроса остается высоким, как и доходы. Все понимали, что если бы мы были добропорядочными людьми, ведущими честный бизнес, мы зарабатывали бы большие деньги. Поэтому лучше всего было не высовываться, делать все по-тихому и просто делиться прибылью. Я был вне закона и видел всю несправедливость антинаркотического законодательства. Каждый день в Америке легально продаются наркотики. С каждой проданной бутылкой спиртного, пива, водки, вина. Американцы торгуют наркотиками. В возрасте 26 лет Стил без сожаления оставил контрабандный бизнес. Семь лет спустя один последний рейс привел к его аресту. Он отсидел 12 месяцев в тюрьме. Ему повезло. Однако было время, когда вас не могли арестовать из-за марихуаны. В колониальной Вирджинии многие домашние хозяйства выращивали коноплю в производственных целях. Для изготовления веревок, тканей и бумаги они называли ее пенькой. Сегодня в штате Вирджиния всего за два растения можно получить срок от 5 до 30 лет тюремного заключения. Первый закон против употребления марихуаны был принят в 1914 году в Техасе. Иммигранты из Мексики, спасавшиеся от гражданской войны, пересекали границу, привозя с собой свою безумную траву. Общественные консерваторы сплотились. В 1937 году конопля была нелегальной уже по всей Америке. Травка ушла в подполье. В 70-е годы, после дам эпохи хиппи, президент Джимми Картер запустил общенациональную декриминализацию. Однако президент Рональд Рейган согласился с протестами консерваторов о том, что марихуана – это, возможно, самый опасный наркотик в мире. Сегодня производится больше арестов и изымается больше наркотиков, чем когда-либо в прошлом. И первый наркотический царь Америки, получивший от Белого дома карт-бланш, стал вести борьбу с марихуаной с невиданным рвением. Сегодня управление по борьбе с наркотиками ставит марихуану в один ряд с героином, фактически считая их наркотиками номер один. Это означает применение к нарушителям самых суровых наказаний и штрафов. На борьбу с марихуаной правоохранительные органы США каждый год тратят миллиарды долларов. В прошлом году из-за нее было арестовано более 800 тысяч американцев. И почти 90% из них просто за хранение. Эти аресты вкупе с принудительными минимальными мерами наказания и законом трех ударов добавили проблем и без того переполненным тюрьмам. Сегодня между законодательством отдельных штатов и федеральным правительством США возникают противоречия. Эти противоречия касаются законов о лекарственной марихуане. Калифорния была первым американским штатом, принявшим закон о лекарственной марихуане в 1996 году. Это было сделано, чтобы дать облегчение смертельно больным пациентам, страдающим от спида и рака на последних стадиях, таким как Робин Фью. Доктор взглянул на меня и сразу сказал, у вас лимфома. Через пару часов меня отвезли в больницу и через несколько дней я уже проходила химиотерапию. Я была шокирована. Я никогда не думала, что у меня будет рак. Появление рака невозможно предсказать. С началом сеансов химиотерапии ее активная и полная событиями жизнь прекратилась. Привет. Здравствуйте, доктор Абрамс. Как ваши дела? Ее лечащего онколога зовут Дон Абрамс. На протяжении последних 28 лет он наблюдает, как марихуана помогает его пациентам. Сделайте глубокий вдох. Конопля – единственный препарат, уменьшающий приступы тошноты и рвоты, а также повышающий аппетит. Также я думаю, что у людей улучшается сон. А что касается небольшой эйфории, то я не считаю это негативным эффектом для людей, сталкивающихся с таким страшным диагнозом. По рекомендации Абрамса, Фью использует специальный испаритель. Он нагревает коноплю, и она выделяет пар, который воздействует мягче, чем дым. Самое приятное впереди. Видите, сколько там пара? Это занимает некоторое время. Я могу просто спокойно сидеть и курить из этого пакета. У меня не бывает приступов тошноты. Более того, я постоянно испытываю голод. По-моему, чем больше я кулю марихуану, тем меньшую потребность ощущаю в других наркотиках, которые принимаю. Так что она здорово мне помогает. Многие говорят, что за последние два года я не выглядела лучше, чем сейчас. Мне довольно странно это слышать, ведь я умираю от ра... Множество людей боится летать, но обычно это не пилоты. О, боже, боже, боже. Нормально, нормально. В среднем на Аляске каждые 12 дней разбивается по самолету. Работа этих людей в 41 раз опаснее, чем в других американских штатах. Меня пугают те, кто говорит, что не боится. Почему же они вновь и вновь поднимаются в небо? Свободные пилоты Аляски. Премьера во вторник в 22.00 на НАТГЕО-HD. Говорят, историю пишут лишь победители. Но National Geographic рассматривает их медали с обеих сторон. Пора раскрыть тайны величайших событий в истории. Возможно, мы узнаем, она не такая, какой казалась. Тайны истории на канале National Geographic HD. Шаманы-целители и фармацевты пользовались марихуаной как лекарством на протяжении нескольких тысяч лет. Однако облегчение, которое ощущают пациенты, в основном это частный случай. Статус марихуаны как самого опасного наркотика означает, что согласно федеральному правительству, она не обладает общепризнанными лекарственными свойствами. Правительство США строго контролирует любое изучение марихуаны в Америке. И ученые, желающие исследовать коноплю, должны получать ее в этом учреждении в университете штата Миссисипи. По некоторым свидетельствам поставки сюда сильно ограничены, а товар приходит сомнительного качества. И некоторые ученые заявляют, что даже если их исследования дают положительные результаты, их запросы отклоняются. Правительство отвергают эти обвинения. Но в других странах доступ ученых к марихуане не так затруднен. Израиль – один из мировых лидеров изучения лечебных свойств марихуаны. В своей лаборатории в Иерусалиме Рафаэль Мишулам на протяжении почти двух поколений проводил медицинские исследования, получавшие одобрительные отзывы коллег. Именно он в 1964 году впервые открыл ТГК. Хотя марихуана ранее подвергалась исследованию, никто никогда не получал его в чистом виде. То же касается других содержащихся в ней веществ. И я подумал, что пришла пора, наконец, кому-то это сделать. На протяжении 40 лет ученые из Еврейского университета изучают воздействие ТГК и других канабиоидов на людей и лабораторных животных. Мишулам вводит ТГК в масляный раствор. В этой форме дозированное вещество можно подвергнуть тщательному изучению. Эти ученые становились свидетелями многообещающих результатов в лечении травм мозга, диабета, рака и остеопороза. 20-летний Эйл Прайзлер полтора года назад пережил операцию по трансплантации костного мозга. С тех пор его тело испытывает хроническое псевдоотторжение, называемое реакцией трансплантат против хозяина. Я прохожу лечение ТГК на протяжении уже двух месяцев, то есть фактически оно только началось, но я уже вижу перемены. Это касается и пищеварительной системы, и диареи, которая полностью прошла, и моей кожи, которая была очень твердая, а теперь сделалась мягче и возвращается к своему первоначальному виду. Ко мне вернулся аппетит. Я стал больше есть, набрал 4 килограмма за последние два месяца. Мне нужно набрать еще много веса. Каждая доза, принимаемая Эйлом, вымеряется так же тщательно, как и в случае с любыми другими препаратами. Лекарственная марихуана в Америке такому измерению обычно не подвергается. В США лекарственную марихуану используют для борьбы с болезнями. Однако, с моей точки зрения, ее статус недостаточно четко определен. Он должен быть определен гораздо лучше. Принимая аспирин, вы обычно принимаете 500 миллиграммов. Вы же не скажете, я не знаю, сколько сейчас приму, 20 миллиграммов или 2 грамма. Я не вижу причин, почему у нас должно быть другое отношение при работе с марихуаной. А если содержание в марихуане ТГК может варьироваться от 2 до 20%, то я не думаю, что это самый верный способ, работая с ней. Надо подходить к работе с марихуаной более тщательно. Законы о лекарственной марихуане в США недостаточно хорошо разработаны. Юристы говорят о том, что сегодня в Калифорнии более 200 тысяч человек курят коноплю по разрешению врачей. А также здесь работает около 300 амбулаторий. Федеральные органы безопасности США полагают, что это создает атмосферу чрезмерно лояльного отношения и фактическую легализацию марихуаны. Как вы себя чувствуете? Хорошо. Я ищу что-нибудь, что может помочь мне уснуть. Что ж, хорошо, возможно, вам поможет Индика. Вот три ее высокосортных разновидностей. Какую вы бы мне порекомендовали? Мне нравится, когда больше шишек и меньше стеблей. Возьмите эту. 150 долларов и непродолжительный осмотр у врача могут принести вам в Калифорнии рецепт на получение лекарственной марихуаны. Готово, спасибо. Законы о медицинском использовании марихуаны меняются от округа к округу и от города к городу. Город Окленд в калифорнийском округе Бэй-Эре славится своим самым терпимым законодательством. Здесь, в тени здания городского совета, расположился район, в недавнем прошлом прозванный Окстердамом. Ричарда Ли здесь с любовью называют мэром Окстердама. 18 лет назад перелом позвоночника приковал его к инвалидной коляске. Он употребляет и защищает лекарственную марихуану, рассматривая ее как нечто большее, чем просто лекарство для тела. Они выиграли свою первую игру в софтбол на прошлой неделе. Это наш лучший продавец, да? Мы поняли, что этому району Окленда необходимо оживление. Это был достаточно обветшелый район с множеством пустых витрин. Мы подумали, что индустрия по продаже марихуаны сможет поднять этот район на ноги и поправить его экономику. По словам Ли, воловая выручка от продажи лекарственной марихуаны в Окстердаме в 2003 году составила свыше 24 миллионов долларов. Это означает, что благодаря налогам с продаж городская казна пополнилась на 3 миллиона долларов. Однако, согласно федеральному законодательству США, выращивание, продажа и употребление марихуаны является незаконным. А федеральные законы имеют большую силу, чем законы отдельных штатов. Поэтому, несмотря на широкую популярность, конфликт остается нерешенным. Закон издает неуправление по борьбе с наркотиками. Мы не издаем их, мы только приводим их в исполнение. Хавьер Пенни, ветеран в войне с наркотиками с 24-летним стажем. Он возглавляет Сан-Франциское отделение управления по борьбе с наркотиками. Все просто. Произведение любых действий с марихуаной, продажа, выращивание, хранение, все что угодно, согласно федеральному законодательству, является незаконным. Да, они закрыли несколько клубов, это была своего рода контратака, но мы продолжаем держаться и в следующий раз, я думаю, одержим вверх. Мы не охотимся за неизлечимо больными людьми, теми, кто болен и умирает. Мы этим не занимаемся. Не преследуем мы и тех, кто просто курит травку на улице. Мы преследуем организации, занимающиеся поставками этих нелегальных наркотиков. А в их число входят и амбулатории. Чтобы помочь людям не попадать в неприятные ситуации с властями, Ли изобрел Окстердамский университет. Первые необходимые для посещения уроки касаются политики и правовых вопросов. Подождите, вы полицейский? Какого черта? Поднимите руки. Ты что? Является ли это ловушкой? К нам приходят юристы и рассказывают о том, что разрешено законодательством, а что нет. Как поживаете, мэм? Здравствуйте. Все в порядке? Выращивание полностью незаконно. И здесь ни вы, ни я ничем не можем помочь. Затем мы переходим к блюдам из конопли, изготовлению гашиша и уходу за почками. Чуть выше этих узлов мы делаем надрезы под углом 45 градусов. Также у нас есть предмет под названием «Каннобизнес», где мы учим, как организовывать амбулаторию. Возможно, бизнес-лий нелегален с точки зрения федеральных властей, но некоторые избранные чиновники Окленда и граждане полагают, что Окстердам делает свое дело. Как поживаешь? Мы платим подоходные налоги, оплачиваем медицинскую страховку работников. Наш бизнес функционирует так же, как и любой другой. У нас хорошее отношение с другими оптовыми торговцами. Они знают, что мы привлекаем в район большой бизнес. Что бы вы хотели купить сегодня? На первой странице у нас гашиш. На второй у нас конопля средних и низких сортов. 11 долларов за пакетик. На последней странице марихуана высшего качества 44 доллара за восьмушку. Наш лучший сорт – это шампань. Еще что-нибудь? Нет. Спасибо, приятного вечера. С тех пор, как нам разрешили иметь специальные карточки и покупать марихуану в безопасном месте, всем стало намного легче. Это лучше, чем покупать ее на улицах, где обстановка крайне напряженная и опасная. Многие боятся покупать траву на улицах, потому что вы не знаете людей, которые продают ее вам, а если вас поймает полиция, вам придется выпутываться из неприятностей. В общем, здесь все намного удобнее и более цивилизованно. Всегда есть опасения, что федеральное правительство предъявит нам иск или заявится с обыском. Я могу помочь, кто следующий. Для меня это стоит того. Я хочу по возможности оказывать помощь больным Окленда. Поэтому для меня этот риск оправдан. С 1996 года подобные законы об испытательном использовании были приняты еще 11 штатами. Эта тенденция изменила ситуацию с продажей марихуаны в Америке. Главными центрами по выращиванию конопли стали округи Хамблд, Мендосина и Тринити, расположенные на севере Калифорнии. Калифорния выращивает больше конопли, чем любой другой американский штат, причем высокого качества. А доходы от ее продажи намного превосходят индустрию виноделия. Именно здесь несколько десятилетий назад пустили корни хиппи, которые в обход законодательства начали выращивать коноплю, снабжая ей всю Америку. Человек, выращивающий марихуану, пригласил нас на свою плантацию. Это редкая возможность. Обычно эти люди ведут скрытный образ жизни и подозрительно относятся к незнакомцам. На карту поставлено слишком многое. До посадок могут добраться федеральные агенты. Их могут украсть. Потеря свободы. Потеря прибыли. Мы согласились скрыть личность этого фермера. Я выращиваю коноплю с 79-го года. Уже 30 лет. Это здорово. Это сделало меня настоящим фермером. Это не похоже на ферму в традиционном смысле. Здесь нет ровных, возделанных рядов посадок, нет широких аллей, нет машинного оборудования. Только растения в горшках, стремящиеся к солнечному свету между сосен. Однако процесс выращивания здесь также сложен и замысловат, как и у обыкновенных фермеров. Я сажаю семена в феврале. И потом начинается долгий процесс выращивания. Наступает лето, я жду солнца, надеюсь на солнце. Затем все прочие необходимые этапы сбора урожая, сушка, упаковка. И в конце концов с определенной долей везения наступает более прибыльная часть. Это отличный способ зарабатывать на жизнь. За последние 10 лет стоимость общего урожая марихуаны в США резко выросла. Некоторые полагают, что это произошло из-за употребления лекарственной марихуаны. По одному из подсчетов урожай в Калифорнии в 2006 году составил 22 миллиона растений. Это в 10 раз больше, чем 15 лет назад. Эти растения сегодня нужно срезать. Приходится действовать против своей воли. Сейчас ранняя осень. Эти растения готовы к сбору. Видите эти коричневые цветки? Через неделю они будут готовы к продажам. Они готовы к сбору. Есть некоторые признаки, судя по которым можно определить их готовность. На растениях появляются кристаллы. Не знаю, сможет ли ваша камера их запечатлеть. Сегодня некоторые конопляные фермы представляют собой семейный бизнес, в котором подрастающие дети продолжают дело родителей. Я никогда не думал, что все будет так. Наша жизнь становится лучше и лучше. Однажды их семейный бизнес может стать легальным. Законы о марихуане постоянно меняются. Хотя сегодня она все еще и остается вне закона. Простые законы спроса и предложения работают и здесь. И спрос вынуждает фермеров действовать всеми возможными способами. Например, выращивать свой урожай на государственных территориях. Калифорния намного опережает все остальные штаты по объему выращиваемой конопли. Думаю, около 75% из всего того, что мы находим, мы находим здесь, в Калифорнии. Здесь, в Национальном парке Секвойя, начинается облава на незаконную плантацию, обнаруженную несколько дней назад. Одна команда десантируется с вертолета, чтобы встретиться с агентами, уже подобравшимися к месту по земле. В 2007 году на государственных территориях было изъято почти 2 миллиона растений и более 250 тысяч только в парке Секвойя. Рельеф местности наклонный и пересеченный. Идти здесь трудно, и агенты не знают, с чем им предстоит столкнуться. Там могут находиться от 2 до 4 человек, в зависимости от размеров плантации. С этими ребятами надо быть на чеку, обычно они вооружены и очень опасны. Примерно через 100 метров команда выходит на расчищенный участок леса. Они находят недавно засеянный участок земли, что само по себе хорошо. Я бы сказал, их посадили максимум одну-две недели назад. Если бы мы пришли сюда через 3 месяца, а не сейчас, эти растения были бы уже метра или полтора в высоту. А через 4 месяца они выросли бы уже до 2 метров, пустили бы почки. Это место будет очищено. Это одна из 6 посадок на этой плантации. На этих 6 участках растет около 4700 молодых растений. Если бы эти саженцы выросли, они могли бы дать более 2 тонн марихуана. Сами фермеры скрылись, однако ущерб уже нанесен. Вырубленный лес, оросительные трубы, ландшафт в форме террасы, нелегальные удобрения – все это только усиливает экологическую трагедию. Для нас здесь дело не в наркотиках. Дело в том, что они причиняют огромный вред окружающей среде. Если бы простые граждане увидели все то, что мы видим каждый день, они были бы возмущены не меньше нас. Лесное управление делает все возможное, но большинство таких мест невозможно восстановить из-за нехватки ресурсов. Угрозу этим людям представляют две вещи, хотя нет, три. И полиция – это самое меньшее, что их беспокоит. Они беспокоятся о так называемых конопляных пиратах, которые крадут их посевы, а также о животных, которые могут съесть их. Фермеры действуют по простому принципу – они засевают пять участков. Два из них будут украдены. Еще один съеден животными. А два оставшихся принесут им миллион. Кто стоит за этими операциями, до сих пор остается загадкой. Логичным было бы предположить, что поскольку большинство фермеров родом из Мексики, именно туда и возвращаются деньги. Некоторые разведданные ведут туда. Но по большей части, должен признаться, мы просто не знаем. По подсчетам лесного управления США, только в Калифорнии на государственных территориях марихуану выращивают по меньшей мере 3000 иностранных граждан. Там было огнестрельное оружие? Это вполне реальная угроза общественной безопасности. Туристов просят быть начеку и высматривать потенциально вооруженных и опасных людей. Мы имеем дело с тщательно спланированной криминальной деятельностью, которая совершается по всему западному побережью, на государственных территориях, организованными преступными группировками. Эти люди почти всегда бывают вооружены. И это весьма и весьма реальная опасность. В прошлом году в Калифорнии мы потеряли 5 человек, так что это серьезный вызов общественной безопасности. Люди, выращивающие коноплю здесь, в парке Секвоя, ведут себя совершенно беззастенчиво. Фермеры с севера Калифорнии чувствуют, что эти плантации привлекают слишком много лишнего внимания со стороны федеральных властей. Однако и те, и другие зарабатывают большие деньги, и те, и другие идут на определенный риск. И конца этому не видно. Американские законы вынуждают как случайных, так и постоянных курильщиков вести себя осторожно. В зависимости от того, где вас поймают с марихуаной, вы можете либо отделаться предупреждением, либо получить серьезный тюремный срок. В Канаде конопля тоже нелегально. Однако законы здесь гораздо менее суровы. Здесь, в Ванкувере, в провинции Британская Колумбия, Марк Эмери реализует свое видение утопии для курильщиков конопли. Это место полностью посвящено его любимому времяпрепровождению. Это то, что бы ему хотелось видеть по всему миру. Эта выборка вот здесь представлена намного лучше. Согласно данным ООН, Канада занимает первое место по числу курильщиков марихуаны в индустриальном мире, и центром является Ванкувер. Немного соли и немного изопропилового спирта. Этот раствор за считанные секунды очистит этот кальян от пыли и смол. Вот сейчас я это сделаю. Вот так. Все очищается очень быстро и качественно. Эмери можно найти в этом четырехэтажном торговом центре. Это настоящая страна чудес для любителей марихуаны. Здесь они могут найти все, что только пожелают. Кроме самой травки. Все в этом магазине имеет отношение к конопле. Любая шляпа или сумка. У нас продаются все доступные книги о марихуане. У многих из наших знакомых есть по 15-20 различных кальянов. Просто потому, что они являются настоящими произведениями искусства. Все они сделаны вручную. Это своего рода мекка. Сюда люди приходят, чтобы заимствовать у нас идеи. Наверху собираются постоянные посетители. Они приносят травку из своих личных запасов. Это нечто вроде коктейль-бара, только для курильщиков. Я вымыл свой кальян специально для этого случая. У меня тут есть особенно убойные шишки. Поехали. Ну вот, почти весь. Если бы я был человеком, никогда раньше не пробовавшим марихуану, как бы вы описали мне ее действия? Она расслабляет. Успокаивает. Обывателям, недовольным жизнью, стоит взглянуть на курильщиков конопли. Думаю, мы подаем им неплохой пример. Но вот что здорово в марихуане. Она меняет ваше представление о мире. Представляете, если бы сюда вошел какой-нибудь обыватель? Он бы спросил, что вы здесь делаете? Сегодня что, воскресенье? Здесь лучше, чем в какой-либо другой обстановке. Сюда могут приходить все, кто угодно, и людям нравится. У них было кафе для хиппи, но потом пришла полиция и сказала, вы больше не можете этим заниматься. И все было кончено. На нижнем этаже империи марихуаны Эмери располагается ПодТВ. Интернет-сайт, посвященный производителям, курильщикам и защитникам марихуана. Его главным изданием является журнал «Каннабис Калча» с ежемесячным тиражом в 40 тысяч экземпляров. Этот глянцевый журнал продвигает то, что близко сердцу Эмери. Красивые шишки марихуаны и красивых женщин. Для большинства из нас это не выглядит, как обычный день в офисе. Я работаю здесь еще 12 часов. Я начал работу около 10. В 9.30 у меня была встреча с моим контролирующим инспектором. Так что день предстоит долгий. Впрочем, все эти дни будут долгими до тех пор, пока журнал не окажется на печатном станке. Я хочу, чтобы люди, посещающие это место, уходя, думали, мы должны сделать то же самое там, где мы живем. Мы здесь, мы курим коноплю, привыкайте к этому! Эмери спонсировал свои акции по всему миру, продавая на международном уровне семена марихуаны через интернет. По некоторым данным, он заработал на этом миллионы долларов. Он утверждает, что заплатил налог с каждого пенни. Я продал многие миллионы семен. И у меня была веская причина это сделать. Я хотел положить конец той войне, которую американское правительство ведет против наркотиков. Мы заработали много денег, но потом их раздали. В том числе более миллиона долларов людям в США, несколько миллионов людям в Канаде, а также людям со всего земного шара, чтобы те финансировали общественные движения за легализацию конопли. Многие страны терпимо относятся к употреблению марихуаны, как к способу проведения досуга. Самый известный пример тому Нидерланды в 1976 году, отменивший запрет на хранение и продажу конопли в небольших количествах. Испания, Италия, Португалия и Бельгия также приняли более мягкое законодательство. Однако в январе 2009 года Великобритания собирается ужесточить свои законы, касающиеся марихуаны. А согласно федеральному закону США, нет разницы между продажей семян и продажей самой конопли. Вот почему Эмери один из главных разыскиваемых людей Америки. Правительство требует его экстрадиции, однако Канада не идет им навстречу. В случае экстрадиции в США Эмери угрожают годы заключения в федеральной тюрьме. Прекрасно. Мне льстит, что я представляю такой интерес для Министерства юстиции США, что они даже преувеличенно называют меня преступником. Я вернулся. Мнения о марихуане в мире остаются противоречивыми. Я вовсе не горжусь тем, что нарушал законы своей страны. Я занимался бизнесом по продаже веществ, аналогичным алкоголю. И лично я хотел бы жить и гордиться тем, что могу не испытывать стыда за то, чем занимаюсь. До тех пор, пока будет существовать контрабанда наркотиков, марихуана, кокаина, героина, метамфетамины, мы будем стремиться пресекать ее. Людям во всех уголках земного шара жизнь представляется очень сложной. Большинство из нас время от времени ощущают тревогу. Большинство из нас время от времени бывают подавлены. Мы хотим это изменить. И во многих случаях таких перемен можно достичь благодаря марихуане. Вот почему люди употребляют ее. Одно можно сказать с уверенностью. Большая часть сегодняшней конопли не имеет никакой связи с растением, которое употребляли наши предки. Эта трава по отношению ко вчерашней марихуане своего рода свиной уха из известной пословицы. И сегодня она превратилась в шелковый кошелек. Итак, оставите ли вы эти семена теперь? Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Александр Гаврилин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...